Добрый день, дорогие друзья! Сегодня такая тема. В теории мы занимаемся сексом с разными типами личности. И сегодня мы занимаемся сексом с эпилептоидом. Коротко расскажу вам, чем будет характерен эпилептоид в сексе. Секс с эпилептоидом будет нести несколько механический характер. Конечно, тут еще зависит от того, насколько чистый тип личности. Но, тем не менее, секс с эпилептоидом несколько механический. Эпилептоиду не свойственно как-то дополнительно себя украшать. Ну, то есть, смотрите, могут быть, да, надеты чулки и еще что-то, но вот если эпилептоид к этому привучит, но эпилептоид не будет вносить разнообразие в свой образ и всегда постель будет крайне-крайне монотонна. То есть, как правило, допустим, вот девушка, да, или там, ну, наверное, лучше я буду описывать девушек, не представляю там, как описать мужчину. В общем, девушка, она будет, значит, привыкла к классической позиции, будет использовать всегда классическую позицию. Будет, значит, это иметь, если и будет иметь какой-то, да, характер звуков, то они будут весьма сдержаны, то есть, или нести чисто откровенный характер, то есть, забегая вперед, если бы истеричка у нас как-то дополнительно это делала, все, да, допустим, истеричка бы у нас демонстрировала какую-то напыщенность, да, в сексе дополнительно, пыталась бы приукрасить, то эперептоидка будет, наоборот, даже немножко это все сглаживать, ей даже немножечко некомфортно, будет немножечко выключен, притушен свет или полностью выключен, и вот, ну, для них секс это вот, ну, способ прослабиться и детей, значит, все, значит, коротко сделали, все все свое получили и закончили. Ну, а это был секс с эперептоидом. Задавайте свои вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, и да пребудут с вами оргазмы, друзья!